Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня у меня первые впечатления от косметики по большей части марки Катрис. Они мне прислали большую пиар-рассылку, в которой было достаточно много, почти всё лицо, кроме тональника, который мне прислали, тестер в подарок с заказом чего-то вообще не косметического, колготки я, по-моему, покупала, и мне к колготкам прислали в подарок тестер тональника. Но мы сегодня его как раз заодно и попробуем, поэтому почти всё лицо первых впечатлений получается. Итак, на верхних веках у меня база из моего Project Pen, и я уже полностью оформила брови своей новой любимой помадкой от марки Unleashed и своим старым любимым маркером для бровей от марки NYX. И сейчас я буду красить глаза вот этой вот палеточкой Safari Fever от Катрис, которую мне прислали, как, по-моему, всё сегодня, то, что будет в качестве пиар. Нет, один мне прислали, тонально мне прислали в качестве пробника, всё остальное – это пиар от Катрис. И я уже не в восторге от того, как эта палетка сложена по цветам, потому что вот эти вот два оттенка, вот этот и вот этот, очень-очень близкие по цвету и одинаковые по текстуре. Это супершелковистые матовые, но вы посмотрите, ну какой смысл от них, от двух в этой палетке, я вообще не понимаю. И самый тёмный, вот этот, он очень красивый, такой нейтральный коричневый, шоколадненький, но, на мой взгляд, он недостаточно тёмный. Поэтому эта палеточка уже... Я не говорю, что она плохая, но она уже недостаточно логичная, на мой вкус, честно говоря. Один из этих светлых оттенков заменить на ещё более тёмный коричневый или хотя бы на чёрный, и палетка была бы гораздо более выразительной, в моём понимании. Два практически одинаковых оттенка – это прям большой грех с моей точки зрения. Я возьму Delight, тот, который посветлее, и закреплю им пространство под бровью. Немножечко поменялось оформление этой палетки, этой серии, но, судя по тому, что я посвотчила тени, это то же самое качество, что во всех этих... Блин, здесь лишний волосок какой-то. Ну ладно, не буду сейчас уже трогать. Это то же самое качество, что во всех палетках серии Slim. У меня их было две. Да? Мне что-то кажется, что больше, но, по-моему, только две. Desert Romance, которую я, к сожалению, расхламила, о чём потом пожалела, и Blush and Ocean, который у меня до сих пор в коллекции присутствует. И вот теперь ещё вот это третье. Качество матовых просто огнище на уровне хиндаша, я бы сказала, на уровне очень такого хорошего люкса. Не суперпигментированного люкса, такого нежненького люкса, но прям супер. Шиммеры частично средние, и парочка бывает, прям, скажем, не очень. У меня в Desert Romance был один шиммер, который был не очень. И в Blush and Ocean нет. В Blush and Ocean, по-моему, все шиммеры были хорошие. Так, теперь я возьму... Я возьму... Оттенок... Дюна слишком какой-то тёпленький. Я возьму сразу оттенок Саванна. Он немножко вроде бы темноват для складки, но он похолоднее зато. И поскольку я знаю, что эти тени легко растушевываются, то не будет проблем. С нанесением его в складку. Ну, вы видите, да? Они почти что сами себя тушуют. В общем, если вы не ждёте чего-то феерического уровня, там, Пэт Маград или даже там Наташа Денона от шиммеров, если вас устраивают такие нормальные, рабочие шиммеры, но без взрыва мозга, то я эти палетки прям очень рекомендую, потому что матовые здесь огонь. Если вам, допустим, нужна палетка компаньон для красивых однушек, сияшек, типа Клеоны, то тоже могу смело их рекомендовать. Мне, если честно, даже, наверное, я эти палетки больше рекомендую, в большей степени, чем Хиндаш, потому что Хиндаш более прозрачный, во-первых, а во-вторых, его палетка, ну, для меня лично оказалась Бью Топси, не суперфункциональная по цветам, то есть там много слишком цветов, которыми я не пользуюсь. Половина, если даже не больше. Вот, поэтому я её решила продать, но девушка, которая хотела её купить, не проявилась, я потеряла тот комментарий, больше она не заявлялась, а я всё ещё не собралась её там выставить на продажу куда-то. Ну, вот, собственно, раз-раз и готово. Беру тёмно-коричневый и начинаю затемнять наружный уголок. Вы уж меня простите, я опять делаю тот же самый макияж, по форме в смысле, который я делаю практически всегда, но с новой палеткой совершенно точно. Я не хочу экспериментировать и с, как бы, другими тенями, и с другой формой. Правда, тени, ну, для меня формула всё-таки знакомая, но... Ну, вот он, смотрите, ну, вот он недостаточно тёмный. Ну, вот он, прямо скажем, я сейчас возьму кисть-карандаш и постараюсь здесь наслоить побольше, но он, он вот прям недостаточно тёмный для... для меня. Для того, чтобы я сочла это удовлетворительно. Он почти что не отличается от того, что в складке. Я почти что не затемнила наружный уголок. Чуть-чуть есть, но... Недостаточно. Особенно с учётом того, что у меня чёрная подводка в этой пиар-рассылке была. Я бы сюда ещё коричневую подводку поняла, но у меня будет чёрная подводка. И, конечно, под чёрную подводку мне бы хотелось более насыщенного затемнения в наружном уголке. Ну, ладно. На то это и первое впечатление, что не всё получается так, как хочешь. Ну, это не вопрос пигментации теней. Это вопрос самого цвета просто. У Наташи Денона единственный это бренд, где можно один и тот же оттенок наслаивать и получать всё более и более... Ну, до какого-то предела, естественно, но всё более и более глубокий цвет. С этими, конечно, такой вариант не пройдёт. Зато тушуются просто в лёд. Для повседневных макияжей просто потрясающая палетка. Теперь я возьму оттенок Nature. Он такой очень красивый, талповый. Может быть, даже ещё... Не, ну, все остальные здесь либо светлее, либо темнее, но с каким-то оттенком. Я не хочу... Не, достаточно тёмный. Я думала, что, может быть, ещё потемнее что-то, но... Потемнее здесь либо красный, либо зеленоватый, либо... Ну, золотой даже, наверное, не будет потемнее. Наношу на центр века, но внутренний уголок оставляю свободным, потому что туда нанесу что-то посветлее. Не феерический какой-то шиммер, но, смотрите, он очень красивый такой повседневный, обычный шиммер. Не дуахром, не какой-то там бешеный глиттер, но для так называемых офисных макияжей более чем достаточно его. Возьму оттенок Wild Life. Он мраморный, так называемый, и такой чуть-чуть похожий эти тени на Супершоки от Colourpop. Мне они вот в этих палетках меньше всего нравятся. По качеству они неплохие, но просто я на самом деле не люблю такую текстуру а-ля Супершоки в тенях. Я его нанесу во внутренний уголок. Ну, что-то он тоже, смотрите, ну, он отличается по цвету. То есть, вот смотрите, они отличаются, конечно, по цвету, да? Вот это вот Nature, вот это вот Wild Life. Но когда наносишь на глаза, контраст недостаточный. Поэтому я возьму оттенок, который называется Spirit, самый светлый шиммер в этой палетке, и нанесу его вот сюда, во внутренний уголок, и залезу на этот Wild Life, чтобы осветлить его чуть-чуть. Ну, опять же, вот такой красивый шиммер, полусатин, полушиммер, более сияющий, чем просто сатин, но не какой-то там бешеный металлик, ворвиглазный, но очень, очень даже красиво. Собственно, мой макияж глаз на этом и готов. Это не составило большого труда и не заняло много времени. А вот сейчас пойдет жара, потому что вот эта подводка, я такие терпеть не могу. У нее вот такая вот кисточка. Блин, я не знаю. Я почти никогда, я на всякий случай взяла свою любимую кисть. Если плохо пойдет, то я буду просто набирать на кисть. Это Sigma E06, супер тонкая угловая кисточка, такая для супер-супер детальной работы. Если вдруг плохо пойдет, то я буду на нее набирать и ей рисовать стрелку. Но, конечно, ради эксперимента надо попробовать этой подводкой. Так, надо поднять стол. У меня стол с изменяемой высотой из-за того, что больная спина. Но это оказалось очень удобно для макияжа, потому что я вот сейчас обоими локтями опираюсь на стол. Что было бы невозможно, если бы я рисовала стрелку за обычным столом стандартной высоты. Ну, или пришлось бы как-то скрючиваться перед зеркалом. Ну, ничего, не так плохо. Я боялась, что будет хуже. Но, конечно, в одно движение, в два движения, так как я это под водкой фломастером привыкла делать, тут не получается. Не буду большую стрелку рисовать. Потому что боюсь испортий. И, конечно, на моих текстурных веках лучше всего работает аппликатор-кисточка. Это как бы... Ну, это как бы тоже кисточка, но она какая-то очень жесткая, жестче, чем в подводках, которые как фломастер. придется все-таки без того, чтобы натянуть, никак не обойтись. Не, ну что, хорошенькая стрелочка получилась. Даже не так страшно, тяжело, как я опасалась. Конечно, ну, я считаю, что для черной стрелки макияж недостаточно насыщенный. Я по какому макияжу сделала бы стрелку коричневую, или если бы хотела черную стрелку, то я бы сделала более насыщенный наружный уголок. Но... Не понимаю, кстати, почему так мало хороших коричневых подводок, таких именно холодных коричневых, не красноватых, не рыжеватых, а вот как худо. Потому что получается тоже достаточно графичная, выразительная стрелка, но при этом она не такая насыщенная, как черная, более такая как бы повеседневная. Мне всегда казалось, что коричневые подводки должны пользоваться большим спросом, чем черные, потому что масса людей боятся рисовать черные стрелки. Но, наверное, я что-то неправильно понимаю. Так, главное, хвостик в том же направлении вывести, а то у меня периодически стрелки... Кособокие. Да, ну... Все не так плохо, как я опасалась. Красиво получилось. Не так быстро, как я привыкла подводками фломастером, но очень... Даже рабочая подводка, в общем-то, по нанесению претензий у меня к ней, как ни странно, не оказалось. Хотя я думала, что мне страшно-страшно не понравится. Я даже подготовила свою любимую кисть, которой сто лет уже не пользовалась для подводки, но тем не менее. Посмотрим, конечно, что будет в смысле стойкости. С руки и мицеллярной салфеткой я без особых проблем ее стерла, что не очень хороший знак. Я, конечно, хотела бы, чтобы была прям супер стойкость, но я не знаю, получится ли у меня ее сегодня протестировать. Я еще одно видео буду снимать. Ну, в смысле, на стойкость. Я еще одно видео буду снимать, но не уверена, что это займет достаточно много времени, чтобы прям сказать, какая она стойкая. Ну, с учетом того, что она легко достаточно нанеслась, я ее, наверное, все-таки еще протестирую, чтобы отчитаться перед вами по стойкости уже полноценно. Я вспомнила, что я забыла. У меня сохнут губы и у меня есть вот такой вот голографический блеск из серии Max It Up Lip Booster Extreme. Мне эта серия не феноменально нравится по запаху. Он такой сладкомедицинско-мятный какой-то, не ужасный, не настолько, чтобы я не отказалась пользоваться. У меня есть один блеск с оттенком из этой серии и оттенок настолько потрясающий, что я согласна закрывать глаза на этот неидеальный запах. Бывают другие продукты для губ, которые я сразу отказываюсь просто из-за запаха или из-за вкуса. Здесь мне очень нравится голографический эффект в тубе. Посмотрим, как это будет выглядеть на губах и как ухаживать. Ой, я не знаю, видно, какой он, ой, какой красивый розовый перелив. Слушайте, надеюсь, вам видно. У меня в зеркале, мне кажется, что в мониторе я тоже вижу, но в зеркале прям такой красивый, розовый, не голографический перелив, но такой, как это, иридесент, как это по-русски, иридесент. Я не знаю, как это по-русски, короче. Просачивается, конечно, этот ментол в рот, прям у меня аж язык пощипывает, но я ментол люблю. Это не такой, не супер изящный, такой утонченный ментол, как у Hourglass Phantom Lipsticks или у чего-то там еще, я уже сейчас забыла, но, короче, терпимый, для меня не критичный, но если вы не любите ментолу, то, конечно, проходите мимо этих блесков, но мне нравится, как это выглядит, красиво. Скорее всего, оставлю себе. Так, поехали заниматься лицом. У меня вот такой вот праймер, который называется Skin Glaze Hydrating Serum Plumber. Я, правда, достаточно питательным кремом намазала лицо, потому что у меня сухой, как мне кажется, будет тональник, потому что он называется Lasting Whale Foundation Oil Free. Так что я побоялась, что это будет слишком сухо и нанесла самый питательный крем, какой у меня есть. Но я и этот праймер попробую. Он, не знаю, опять же, видно вам, не видно, он такой же розоватый перелив имеет, как и этот блеск для губ. Но, конечно, когда начинаешь размазывать, то от этого перелива ни хрена не остаётся. По текстуре очень-очень лёгкая сыворотка увлажняющая, и я думаю, что скорее всего и по эффекту тоже это просто лёгкая увлажняющая сыворотка. Вряд ли он там удлиняет стойкость макияжа или что-нибудь такое. Или как-то радикально на уровень увлажнения влияет. Допустим, если вы давно нанесли уход и уже как бы кожа слегка подсохла, то можно перед тональником нанести этот праймер, чтобы лучше растягивался тональник по коже. Но, в принципе, для меня штука довольно-таки бесполезная. Хотя её можно неплохо, наверное, использовать для того, чтобы разбавлять слишком густой тональник или слишком сухой. Ну, сейчас посмотрим, короче. В качестве тона я буду использовать вот этот вот пробник от незнакомой мне марки Nye Oliari. И, как я сказала, это Long Lasting Oil Free Foundation. У меня здесь три оттенка. 101 ванилла, 103 beige натураль и 105 biscotti Rosato. Есть ещё, судя по всему, оттенок светлее, 101, но у меня его здесь нет. Я буду пробовать ванильный, самый светлый, естественно, потому что два других мне точно не подходят. И надеюсь, что удастся заставить его работать. Два других оттенка закину подружкам отдам, у кого потемнее оттенок кожи. Так, ну-ка, что с оттенком? Ну, может быть, даже и, кстати, если окисляться не будет, то и ничего. Такой немножко слишком жёлтенький, но когда растушёвываешь, то вроде бы нормально. Давайте попробую на эту половинку лица нанести и растушевать. И посмотрим на разницу. Надо было сначала консилер нанести, ну да ладно. Ну, он не суперплотный, это уже хорошо. И поверх... Да, ну, конечно, жёлтый. Видите, насколько шея у меня розовее, чем лицо? И это при том, что вообще-то шея у меня желтее, чем лицо. На самом деле. Но он не суперплотный, и на этот едва впитавшийся прайвер накладывается тоненьким слоем. Нет эффекта маски, не думаю, что он будет... Наношу уже на вторую сторону лица, вы уже видели разницу, тем более, что у меня, поскольку не так много есть, что скрывать, то и нет какого-то радикального вау-эффекта, что вау, смотрите, какое покрытие. Я сначала так боялась, наносила понемножку, сейчас уже, поскольку вижу, что он не слишком плотный, то уже так более свободно. Ну, по крайней мере, с этим праймером выглядит красиво. Я не чувствую, что он сухой, по крайней мере, пока. Может быть, он в течение дня станет суше, конечно же. А оттенка в этой линейке, судя по всему, для меня нет, потому что этот 102 по темноте, как это, по насыщенности подходящий, но по подтону он мне не очень нравится. Я люблю такие персиковатые, но этот слишком желтый. Ну, вот так вот он перекрыл мою пигментацию. Я не скажу, что это полное покрытие, это, наверное, все-таки среднее покрытие, но вполне себе неплохо. Извела я почти что весь блистер. За счет того, что он тонко достаточно ложится, я так его щедро нанесла. Ну, в принципе, мне как бы нравится, но цвет явно не мой. Если вы можете себе подобрать цвет, если знакомы с этой маркой, она вас интересует, то тональник в принципе приятный. Посмотрим, как будет носиться, но пока что мне скорее нравится, чем нет. Консилер возьму от Tarte. Такой поплотнее. Это не новинка, естественно. Вы его у меня уже сто раз видели, он у меня был в фаворитах прошлого года. Так, и попробую сверху этого тонального нанести кремовый скульптор. Посмотрим, как он будет взаимодействовать с ним, потому что все-таки oil-free, long-lasting, не всегда хорошо кремовые продукты ложатся сверху. Да, скульптор тяжелее растягивается, чем по моему любимому биби-крему или покушану, но рабочий. Ну, конечно, чувствуется, что тональник long-lasting и oil-free. Немножко так туговато идет, но не критично. Надо будет здесь поработать еще немножечко тенями, что-то как-то когда нанесла, видимо, тональника слишком много нанесла, немножко переход мне не нравится. И я возьму румяна из предыдущего видео с первыми впечатлениями от Clio, потому что мне кажется, что они сюда лучше подходят по цвету, чем румяна из моего Project Pen. Они такие тепленькие. Мне, правда, я не скажу, что макияж получился прям дико теплый, скорее нейтральный. Я боялась, что с этой палеткой будут только рыжие теплые макияжи, но она такая нейтральная именно. Там есть возможность сделать макияж более горячим, но вот это, наверное, самый холодный, который из нее получится, но я бы сказала, что он нейтральный. С этими румянами, кстати, есть один такой нюанс. Когда я набираю их все время сразу спонжем, они через некоторое время начинают как крошиться, и, видимо, время от времени их нужно просто вот так прогреть пальчиком, пройтись по ним, и тогда они снова от тепла спрессовываются, и можно продолжать набирать в следующий раз опять спонжем. Вообще, они мне очень нравятся. Очень такой блюрящий красивый эффект на коже, такой матовый, румяна с матовым финишем, я бы сказала. Хайлайтер у меня есть, вот такой вот, ой, Space Glam от Catrice. Я не стала бы такой хайлайтер на самом деле наносить к этому макияжу, потому что он такой на белой, серебристой немножко базе с розовым переливом, вам это не видно, к сожалению, но я показывала в обновках Swatch, там как раз было видно, он такой из розового в золотой. Но поскольку это первое впечатление, то пусть будет. И он, мне кажется, все-таки как хайлайтер слишком неоднородный. Ну вот сейчас, наверное, вам видно немножечко розовый перелив, а в зеркале прям очень сильно видно розовый перелив. Я скажу, что это очень красивая однушка теней я использовала в... Блин, когда я использовала? Наверное, когда обновки снимала, я просто поверх нанесла своего макияжа. Да, точно у меня был розовый макияж, и я поверх оттенка на центре века нанесла эту штуку. И было очень красиво. Но в качестве хайлайтера он слишком текстурный. И в принципе я иногда люблю такой вот розовый перелив. Не с этим макияжем глаз, конечно же, но иногда такой розовый перелив от хайлайтера я люблю. Но у меня есть продукты, которые более гладкий эффект на коже дают. Это у Pat McGrath в палетке Divine Rose оттенок похожий есть, который дает более гладкий перелив и такой же эффект. И у меня есть однушка Cleona Cosmetics Ray, по-моему, называется, которую я почти никогда не использую на глазах, но на лице в качестве вот такого розового голографического хайлайтера она прям классно смотрится и тоже более гладкий эффект дает. В данном случае это не то, что я бы рекомендовала как хайлайтер именно на лицо. Особенно если у вас есть какая-то текстура. У меня текстуры нет, и то мне кажется, что он недостаточно гладкий. Если вас интересует бюджетный хайлайтер, у Catrice потрясающий совершенно. Я забыла, как они называются, эти хайлайтеры, блин, как всегда, но я вставлю сейчас на экране картинку и надеюсь, там название или может быть название я вставлю на экране. Короче, проинформирую вас. У меня такой есть, мне просто лень за ним вставать. Вот эта серия хайлайтеров, там три оттенка, такой шампанского, розовое золото и такой бронзоватый чуть-чуть. Они все достаточно светлые, но у меня вот, по-моему, розовое золото, ну или такой просто розовенький, он может даже не розовое золото, и он прекрасен совершенно. Это один из лучших вообще хайлайтеров, что я пробовала. Уступает, наверное, только Офре, может быть, ну сопоставимый с Офрой, если ее уступает, то чуть-чуть, и кремовому от Шарлот Тилбери. Один из моих, если из бюджетных говорить, то это самый лучший хайлайтер, что я пробовала 100%. Я его рекомендую, а не этот. Этот очень рекомендую, если вам нужна вот такая вот голографическая однушка теней. Супер. Очень красиво на глазах смотрится. Мне осталось нанести туши помаду. Давайте начнем с помады. Я промокну этот блеск. Опять же, не та помада, кстати, остается, голографические частицы остаются на губах. Прикольно. То есть, вы съедаете блеск, но какой-то микро шиммер. У него нет отдельных сияющих частиц глиттерных, но какой-то микро шиммер на губах все равно остается. Не тот оттенок помады, который я бы, опять же, выбрала к этому макияжу, но, может быть, будет даже и ничего. Зато кофточки мне подойдет. Это Catrice Shine Bomb Lip Lacquer Long Lasting. Я с таким жестким нижегородским прононсом это дело произношу. Знаете, мне что напоминает цвет? Помаду двустороннюю Chanel, которая была у меня в видео с обновками на губах. Может, чуть-чуть потемнее цвет, но очень близкий. Я бы не сказала, что это лак. По-моему, это сатиновая какая-то помада. Вообще не то, что ожидаешь, когда читаешь слово лак. Lip Lacquer. Пробую нанести вторым слоем, может быть, будет более сияющий, но... Ну, как бы присутствует у нее какой-то глянец со второго слоя, но лаком для губ я бы это точно не назвала. Цвет потрясающий. Какой у меня номер оттенка? 0,2,0 Good Taste. Хороший вкус. Ладно, давайте тестировать тушь. У них целая линейка, у Катрис вот этих вот фейкит тушей в разных цветах, в разных упаковках. Я не помню. Мне кажется, я оранжевую пробовала, хотя я могу заблуждаться. Мне кажется, все их присылали, но я туши редко себя оставляю, потому что в большинстве случаев мне тушь не нужна. У меня есть мои самые-самые любимые туши, и все. Но это Volume and False Lash Mascara. Громкое заявление, смелое, но сейчас будем пробовать. Я не верю в то, что эта тушь зафиксирует мне завиток. Во-первых, она этого не обещает, она не водостойкая. Иногда водостойкие туши фиксируют завиток, но в данном случае она не заявлена как водостойкая, не заявлена как подкручивающая, поэтому я буду пользоваться гелем, фиксирующим завиток от Etude. Надо прекращать их называть Etude House, они давно переименовались просто в Etude. И поверх уже буду наносить эту тушь, потому что мои собственные ресницы завиток не держат без помощи. Нужна либо тушь, которая держит завиток, либо вот этот вот гель, праймер. Губы и глаза я, конечно, такое сочетание бы не выбрала. Сами по себе мне нравятся и тени, и губы, но не вместе. Так, давайте пока сохнет праймер для ресниц, я вот тут немножко... Да. Вот так вот. Да. Растянула чуть-чуть покрасивее. Заодно отскульптурирую носик. Пудрой я, кстати, так и не воспользовалась, забыла, но мне кажется, что и не нужно. У этого тональника такой очень красивый финиш, на самом деле, живой. Я не скажу, что он не заметен на коже, как это бывает с бибикремами или кушенами, но у него красивый финиш, по крайней мере, с этим праймером смотрится очень живенько, и у меня не просится пудриться. Я, может быть, для второго видео припудруюсь, если через некоторое время начну больше блестеть, но сейчас у меня не просится пудра. Что удивительно, потому что мне так нравится пудра флораси, что я готова ее пихать вообще в любой макияж абсолютно. Особенно, когда хочу, чтобы он держался, что, в общем-то, практически всегда бывает. Я нанесу на нижние все-таки ресницы свою тушь из Project Pen от Tarte, потому что Catrice заявлена как объемная с эффектом накладных ресниц. Это не то, что мне нужно на нижних, на нижних мне нужна стойкость только. Чуть-чуть прокрасить, и чтобы хорошо держалась. Чуть не забыла, у меня есть еще один продукт, который я планировала в прошлых первых впечатлениях попробовать. Это вот такой вот, вот такая вот расческа для ресниц. Тогда я забыла про нее, а сейчас вот... Ой! Выглядит, наверное, ужасно. Но справляется с задачей. По крайней мере, праймер прочесывает. Потому что обычно я пользуюсь вот этой вот расчесочкой от Make Up For Ever, и ей снизу вот так вот прочесывать неудобно. Я ей прочесываю сверху вниз, и иногда мне кажется, что из-за этого я немножко ресницы могу опускать. Поэтому, когда я увидела вот такую вот расчесочку, которая снизу вверх прочесывает, я сразу ее, конечно, захотела попробовать. Но я не знаю, я как-то уже привыкла к этой Make Up For Ever. Но это работает, да. Она у меня складная, там есть две опции, складная и не складная, но я купила складную, потому что когда езжу когда-то в поездки, вот это дико неудобно, за счет того, что очень длинная ручка, и она у меня почти всегда из косметички, ее хвостик торчит. А эту можно будет вот возить с собой так вот, чик он вис. В смысле, и все. Давайте пробовать тушь. В смысле, давайте я буду пробовать тушь. Кисточка в форме песочных часов, как у Better Than Sex от Too Faced. Ну что-то пока я не впечатлена. Ну правда, тушь это не то, что можно по первым впечатлениям понять, потому что многие туши должны раскраситься, но ну такое. У Катрис есть прекрасная вот эта тушь Pure False Lush, которая мне очень нравится, которая дает действительно такие очень заметные выразительные ресницы. Здесь что-то я пока не впечатлилась. Ей тоже этот Pure False Lush, ей тоже надо немножко раскраситься, но она сразу дает больше эффект, чем это. Ладно, еще второй слой нанесу. Ну и оставлю, раз я ее начала использовать, то я ее оставлю себе и буду продолжать, и может быть мнение мое поменяется, конечно. Меня сложно впечатлить продуктами для ресниц, потому что я уже нашла свои идеалы во всем. Пока что ничто их не может переплюнуть. Пока сохнут ресницы, подкрашу верхнюю слизистую, что я крайне редко делаю на камеру, потому что мне кажется, что это выглядит ужасно. Ты когда тыкаешь себя карандашом по сути в глаз. Не люблю смотреть, как другие блогеры это делают, и не люблю показывать сама. Так, ну что, прочесываю еще раз. Реснички как бы мягкие с этой тушью, нет какой-то, что-что-что, жесткость какая-то появилась, и сложно прочесать. Наношу второй слой. Ну, я не знаю, я не в восторге. Ладно. Тушь нельзя по первым впечатлениям судить. Я буду пробовать ее еще, но пока что она меня не впечатлила. тушь и тушь. Ну, как бы я ничего плохого сказать не могу. Тушь и тушь. Как бы ресницы я накрасила. Не феерически, но рабочая. Итак, вот такой макияж у меня получился. Коротенько сейчас пробегусь по всем продуктам. Палетка столь же прекрасна в смысле качества матовых, как и остальные палетки этой серии. Шиммеры хорошие. Я, конечно же, не все попробовала, я все посвочила, но не все попробовала на глазах. Но, в принципе, я здесь каких-то абсолютно провальных не нашла. По крайней мере, так на первый взгляд. Конечно же, шиммеры здесь не какие-то феерически прекрасные, но для повседневных макияжей абсолютно рабочие и достаточно красивые. Мне как бы палетка понравилась. И она гораздо менее теплая, чем мне показалось, когда я на нее первый раз посмотрела. Я подумала, что это опять очередная рыжая-прирыжая палетка, но я считаю, что макияж, который у меня получился, достаточно нейтральный. Я бы его, наверное, с настолько холодной холодным оттенком помады не комбинировала бы, но с более нюдовым, более нейтральным оттенком помады смотрелось бы очень нейтрально, без ухода в какую-то сильную рыжинку. Впрочем, рыжинка здесь тоже присутствует. Можно сделать гораздо более рыжий макияж. Так что, как бы, если вы предпочитаете нейтральный к теплым, то палетка я рекомендую. Мне вообще эти тени от Катрис очень-очень сильно нравятся. Подводка оказалась лучше, чем я ожидала. Я сначала была вообще очень негативно настроена и из-за форм-фактора я предпочитаю подводки в формате фломастера, но она оказалась более удобной, чем я рассчитывала. По стойкости пока сказать не могу ничего вам. Можно только со временем будет сказать, тем более, что когда я сижу и снимаю дом, у меня в принципе нет проблем со стойкостью макияжа никакого. Я, честно говоря, думала, что я ее попробую только сегодня на камеру и после этого пользоваться не буду из-за форм-фактора, но поскольку она оказалась более удобной, то я ее поношу и когда-нибудь в каком-то видео перед вами отчитаюсь, как она в смысле стойкости. Праймер, ну, мне сложно судить о качестве праймера, если я его пробовала с новым тональным для меня, потому что что было хорошо от праймера, а что было хорошо от тонального, но в принципе мне он понравился. Если вы пользуетесь увлажняющими праймерами, хотите что-то подобное, легкое, то он очень приятный на коже. Кстати, я не сказала и не понюхала даже. Очень-очень микроскопический какой-то цветочный аромат у него есть, но очень-очень слабый, совершенно не будет раздражать, поэтому могу рекомендовать, если вас подобный продукт интересует, то берите смело. Что касается меня, я не знаю, буду ли я им пользоваться, потому что я праймерами вообще редко пользуюсь, ну, я пока оставлю его у себя, но не уверена, что он переживет декабрьское расхламление, честно вам скажу сразу, не потому что продукт плохой, а потому что просто этой категорией я практически не пользуюсь. У меня есть два праймера для лица, один фиолетовый от ZC, потому что им хорошо разбавлять тональники, которые мне не супер, вот как сегодняшний тональник, который не супер подходит к моему оттенку кожи, если его разбавить праймером от ZC, то у него фиолетовый, он становится такой, более приемлемый для меня. И второй от Hourglass, который просто мне очень нравится, ну, по нему очень хорошо скользят такие сухие плотные тональники, типа Clinique, как он, блин, называется? Even Better Skin Serum Foundation, ну, короче, вставлю на экране картинку, чтобы вы знали, о чем я говорю. Что касается этого тона, он мне понравился, не настолько, чтобы я побежала его покупать, он немножечко окислился, как вы видите, лицо у меня, ну, я надеюсь, что видите, что лицо у меня темнее стало, чем шея, этого не было изначально, но поскольку здесь есть 101 оттенок, у меня, напомню, был 102, то, возможно, 101 мне бы и подошел, хотя он так выглядит немножко желтоватым, но может быть, может быть, он бы мне подошел, но я, мягко говоря, не нахожусь в поиске тонального средства, в том смысле, что у меня вообще есть парочка моих любимых, и мне ничего больше другого не надо, и поэтому я его, как бы, ну, не планирую покупать в любом случае, хоть он мне и понравился, он дает такой натуральный финиш, по крайней мере, с этим праймером, нет эффекта маски, нет эффекта, что он проваливается в морщинке, подчеркивает сухость или чего-то такого, но я все-таки, наверное, центр лба припудрю, на камеру вроде бы не видно, но мне очень нравится, как эта пудра здесь блюрит мою морщинку между бровей, вам ее и так не видно из-за освещения, а вот теперь ее и мне не видно, все-таки пудра, это феноменальная какая-то совершенно, и я могу вам порекомендовать этот тон, если вы находитесь в поиске, но, конечно же, лучше вот возьмите такой блистер с пробниками, чтобы понять, подходит ли вам конкретно под вашу кожу это, мне не показалось, что он не годится для сухой кожи, может быть, просто нужна подготовка хорошая, потому что, как я говорила, повторюсь, я сегодня с очень питательным кремом, плюс я пользовалась праймером, может быть, если у вас сухая кожа и вы попробуете нанести на какой-то легкий крем, у вас он и будет этот тон подчеркивать сухость, но, в принципе, так выглядит, что подходит для любого типа кожи, для жирной, думаю, что тоже должен подходить, с учетом, что он заявлен как лонгластинг и ойлфри. Про душ пока ничего сказать не могу, нужно ее разнашивать и распробовать. Хайлайтер, я вам уже сказала, я не вижу его как самый лучший, как хороший хайлайтер для лица, есть место ему в коллекции, у кого-то, у кого нет тех других продуктов, которые я называла, которые есть для этих целей у меня, я, скорее всего, буду его расхламлять, но это не значит, что он плохой, если вы ищете вот такую вот однушку и не хотите покупать Клеона или Пэтмоград палетку, то, в принципе, Катрис бренд бюджетный, можно попробовать взять. В качестве хайлайтера его тоже можно использовать, но имейте в виду, что он текстурный, то есть он не супер гладенький, как я уже сказала, я рекомендую другой хайлайтер от Катрис. Что касается блеска для губ, я буду, думаю, что им пользоваться, мне понравился эффект на губах, и я уже знаю эту серию, знаю, что они, я не скажу, что они бешено ухаживают за губами, но они не сушат губы, губы эти блески, и такие достаточно комфортные, так что я буду продолжать им пользоваться. И последнее, что я сегодня тестировала, это помаду, ну, вы видите, я не промакивала губы, я ничего не ела, даже не пила, только вот столько, сколько я разговаривала, и я снимаю сразу после того, как я закончила макияж, я уложила волосы и сразу вернулась на камеру, так что прошло совсем немного времени, и вы видите, это не лак, это не лаковые губы, вообще ни разу. Это сатиновая с виду помада, слегка липковатая, не сильно, но слегка присутствует липкость, из-за того, что я, возможно, нанесла в два слоя, она такая чуть-чуть тяжеловатое ощущение на губах, но не критично, не то, что прям, ой, как штукатурка лежит, но есть ощущение, что нелегкая текстура на губах, не невесомая. Цвет этот 020 Good Taste потрясающе красивый, мне очень нравятся такие оттенки, прям вот, вот мое-мое. Я немножечко разочарована, потому что по названию я думала, что это будет что-то типа лаковых помад от Lancome, которые давали в два слоя очень красивый глянец и были достаточно стойкими, они отпечатывались, но так совсем-совсем слегка, но это компенсируется очень красивым цветом, так что я ее буду оставлять в коллекции, в конце года посмотрю на то, сколько у меня подобных оттенков, потому что я точно знаю, что их уже несколько, и подумаю, что мне оставлять, а что расхламлять, но пока что помада мне прям из-за цвета очень сильно понравилась, эффект мне тоже как бы нравится, красиво выглядит на губах, если, наверное, не наносить в два слоя, то и не будет этого ощущения тяжести, я так думаю, но повторюсь, не ждите лаковости никакой, это не лак. Ну и, собственно, на это все, большое спасибо вам за просмотр, если видео вам понравилось, показалось интересным, не забудьте, конечно же, поставить ему лайк, а если сейчас еще что-то хотите посмотреть, то YouTube вам предложит на выбор два других моих ролика, я же вас целую, обнимаю, и до новых встреч.